Всем привет! Я рад вас поприветствовать на встрече книжного клуба по поводу главы про стрим-процессинг. Для меня эта глава является прям очень интересной. Я прям фанат Кавки, я ей обмазываюсь и проектировал множество систем на Кавке. А также со мной сегодня обсуждать эти главы будут Нелли Логинова, руководитель группы разработки. Нелли, привет! Расскажи немного, пожалуйста, о себе. Привет! Я последние много лет занимаюсь дата-процессингом, занимаюсь разработкой высоконагруженных приложений в облаке, обеспечением их оперируемости, отказоустойчивости. Вот, это я все очень люблю. Ну и, конечно же, Кавка. Я тебя поддерживаю, очень люблю, часто использую, поэтому даешь Кавку. Ребята, ставьте плюс в чат, если вы тоже фанатеете от Кавки. А также со мной будет в качестве второго эксперта и так же почти как второй ведущий Коля Голов. Коля, привет! Расскажите немного о себе. Здравствуйте. Соответственно, я занимался дата-платформой в Авито, сейчас я занимаюсь в МаниЧате. Соответственно, в Авито я планировал, а в МаниЧате я добрался до идеи сделать, ну, это я в контексте стриминга говорю, штуку под названием МаниЛямда, которая даст возможность объединить стриминг с бетчингом и даст возможность людям видеть отчеты по всем данным практически в реал-тайме, без задержки и так далее. Вот, такая оптимистичная тема. Ну вот, а помимо этого, разумеется, так как я работаю с аналитикой и с хранилищами в том числе, то у нас там постоянно какие-нибудь очереди, из которых нужно постоянно что-то читать и иногда на лету что-то быстро-быстро агрегировать. Поэтому стриминг тоже мне не чужой. Здорово, спасибо, Коль. Мы с ребятами очень старались и придумали пару задач, и мы, в принципе, хотим с них начать. Эти задачки я сегодня публиковал в чате, вот, и давайте их, наверное, обсудим. Первая задача, она связана с тем, что нужно сделать реал-тайм-счетчик количества пользователей на сайте. Мы считаем пользователей по User ID. И в целом, смотрите, мы думали много над этой задачей и понимали, что ее можно будет решить через базу данных, вроде без проблем. Мы вот решили сделать такое ограничение, чтобы потренировать стрим-процессинг и подкрепить те знания, которые мы получили в этой главе, через решение этой задачи. Вот. Нелли, Коля, как вам эта задача? Что вы о ней думаете? Мы же ее придумали, как бы отличная задача. И более того, я думаю, даже если ее люди решат. Вот смотрите, если кто-то думает, а вот кто-то реально думает, что с базой она будет проще. Если пользователей много. Я думаю, что с базой может быть намного проще. Присоединяюсь. Ну, если влезет. Оно же не есть. Ну, смотря... Нет. Ну, если у тебя есть аутентификация, то ты всегда знаешь количество активных пользователей. Но как минимум залогинено. Ну, в момент или нет. Хотя есть аутентификация, ну, если это как большая система, то есть аутентификация, который всю эту информацию обеспечивает, и, в общем-то, активные сессии можно посчитать. Ну, да, в какой-то момент времени. А если логировать логин-разлогин каждого, то если их... То есть логин-разлогин в течение дня, если их там, условно говоря, миллиарды, если они постоянно логинятся, разлогиниваются, это же базу разорвет. Ну, иначе, если они логинятся и разлогиниваются, а аутентификация не может выдержать, у нас как бы проблема-то не с подсчетом. Не-не-не. Они в момент времени, их не так много, но они каждую секунду логинятся, разлогиниваются. И за сутки их накапливается миллиард. То есть несколько тысяч действий в секунду они дают миллиард в конце дня. Ну, тут вопрос. Мы хотим посчитать за день, сколько было активных? Или все-таки на текущий момент времени? За день, за день. Вот, за день. А, кстати, да, мы не писали, что за день. Да, мы не указали. Давайте, да, за день. За день, да, это сильно меняет всю картину, количество за день. Потому что количество срезов на сейчас, это все-таки достаточно тривиально, и кому это надо? Оно же будет вот туда-сюда скакать. Вот, а количество уникальных по сети, то есть это основная бизнес-метрика, это DAO, Daily Active Users. Я даже напишу эту буковку, ее очень маркетологи любят. Так, ребят, не стесняйтесь включать микрофон и предлагать свои решения по поводу этой задачи. Очень интересно послушать, в какую вы сторону будете думать. Тем более мы ее как раз вот прям буквально-таки короткой фразой сразу усложнили. И здесь уже база, может быть, и не выглядит так привлекательно. Да, давайте сначала. Вот смотрите, вот начинается день. И нам нужно в течение дня что-то на потоке данных считать, чтобы показывать, сколько у нас в течение дня было посетителей. Как мы можем это делать? Не бойтесь тривиальных ответов. Можно написать в чат, если стесняетесь. Можно подключиться, сказать голосом. Давайте я предложу решение, а вы скажете, что, например, с ним не так. То есть вот представьте, вот у вас на сайте такая штука стоит. Вот у вас человек выключается у вас к сайту, к сайту, у вас счетчик делает, там вот висит переменная в оперативке, он ей делает плюс один, плюс один, плюс один. Залогинивается человек плюс один, разлогинивается минус один. Что не так с этим решением? Или что так? Получается, что если что-то пойдет не так, то счетчик сбросится. Ну, а представьте, что все пойдет так. У нас всего час, поэтому давайте будем рассуждать все-таки, что у нас, ну, давайте представим, что у нас какое-то есть резервирование, и у нас как-то, то есть, условно говоря, этот счетчик, он на двух-трех компах считается. Как минимум, это будет неправильно считаться. А почему? Потому что учитывается повторно пользоваться. Да, если у нас один человек, вот пришел у нас такой вредный человек, и он такой, логин разлогин, логин разлогин, логин разлогин. Вот. И у нас один пользователь уникальный, а логинов много. Но при этом, смотрите, если мы будем считать… Ну, хотя ладно, так. Я ушел в мысль. Ну, да, мы проговорили, что нам нужно дедуплицировать, да, как бы пользователей, нам нужно уникальных, да, только посчитать. И всех тех, кто в течение дня заходит-выходит, да, мы как бы схлопываем какое-то там одно значение. Вот дальше, дальше что? Есть прекрасный инструмент, который может решать эту задачу. Подсказки дает. Не, ну, смотрите, инструмент – это то, это так, это, понимаете, лучше смотреть на уровень алгоритма. То есть, смотрите, к чему мы сейчас с вами пришли. У нас есть метрики, например, количество логинов, которые, она по своей сути является аддитивной. Вы можете держать перемену и делать ей плюс один. А вот есть метрика про количество уникальных пользователей, с которой не так просто. Она не совсем аддитивная, потому что там нужно считать количество уникальных. Вот. Что для подсчета этой метрики нужно добавить, чтобы она нормально считалась? Дискриминатор, очевидно. Чего? Ну, дискриминатор. Рома, поясни, пожалуйста. Да, что такое дискриминатор? Ну, тебе же нужно в контексте конкретного пользователя считать. Нет, в контексте сайта. Нет, ну, тебе же нужно как бы дубликацию сделать для отдельных пользователей. Ну, да. А что такое дискриминатор? Ну, вот юзерайди, очевидно, в этой задаче, я так понимаю. Ну, вот у тебя там есть юзерайди. Ну, вот это и будет дискриминатором. А вот что ты с ним делаешь дальше? Ну, фактически это будет ассоциативный массив. Если он есть, ты записал туда единичку. Если что-то другое пришло, запишу другой. То есть тебе фактически нужно держать в памяти твоей системы хэшмэп или дикшнэри, в зависимости, кстати, на тему языков, где просто уникальный юзерайди, правильно? Ну, видимо, да. Мы уже в чате даже закинули вариант хэшмэпы по юзерайди. Да-да-да. То есть вот это… А, ну да, кстати, все правильно, да. Вот эта штука. То есть вот это называется кэш-состояние. Actual state, который вам нужно держать в памяти, если у вас нет базы. Как вы считаете, можно ли решить эту проблему без кэша-состояния, просто на потоке? А нам нужно точное количество пользователей приблизительно? Давайте предположим, что он приблизительный. Да, есть специальные стриминговые алгоритмы, которые решают эту задачу. Это задача размерности множества, например, гиперлок-лок. Ага. Вот эту тему, да, вот это сейчас крайне полезно для много кого будет, что о метриках с количеством уникальных, она вроде бы не аддитивная. Но ее можно аппроксимировать такой функцией, которая близко к ней идет и которая является аддитивной. То есть можно просто гиперлок-лок, функцию гиперлок-лок вызывать для каждого юзера, и она волшебным образом в нашем агрегате будет считать количество уникальных. Более того, вы будете смеяться, но Google и Яндекс.Метрика во многих случаях именно так считают количество уникальных, потому что там 5-10% расхождения, никого не волнует обычно. Вы можете как-то на пальцах чуть проще объяснить, в чем именно заключается алгоритм работы, алгоритм хайперлок-лок? Вот на пальцах давайте я сейчас… А, вот точно, на пальцах, все супер, смотрите. Очень просто. Там есть такой аккумулятор, где есть биты. Вот, допустим, у нас 4 бита, да? И вот когда приходит каждый новый юзер, у юзера читается некоторый волшебный хэш. Таким образом юзер рандомно падает в какой-то из 4 битов. Если вот он падает в какой-то, например, вот в этот бит, мы говорим, что этот юзер мы уже видели, и мы, соответственно, вот этот бит выставляем в единичку. И дальше, если нам приходит другой юзер, если у него хэш получился такой же, мы его… Мы считаем, что это тот же юзер. А если юзер другой, есть шанс, что другой хэш, и мы другую единичку поменяем. Это я упрощенно говорю. Там в реальности используется аккумулятор в несколько килобайт, где этих битов много. И поэтому рандомно у нас очень много вариантов, как мы можем… Битов, которые мы можем зажечь. И с определенным коэффициентом довольно точно количество погашенных битов коррелирует с количеством уникальных юзеров. Сейчас, возможно, Дмитрий или кто-нибудь, кто глубоко в гиперлогологии разбирается, может мне объяснить, где я не прав и что я не уточнил. Нет, в принципе, на уровне идеи, я думаю. Все так. Кстати, есть очень для меня, по крайней мере, очень схожая идея с тем, как работает фильтр Блюма. Примерно та же история. Я еще для себя, когда разбирался с этой темой, я представил следующую аналогию. Это а-ля хэшмапа, только в ней, как в джаве хэшмапа, только в ней список коллизий отрезан. А вместо него пометки стоят о том, то есть забудем про коллизии, будем считать, что нам всегда везет, и будем на качестве значения класть вот этот битик. А дальше немного математики, чтобы вычислить вероятность ошибки, и размерность хэшмапа позволяет нам контролировать эту вероятность ошибки. Да, то есть технически, на самом деле, это решение, оно очень близко к тому, что мы держим этот dictionary в памяти, просто этот dictionary, вместо того, чтобы держать его явно, мы его с помощью хитрой математики, мы его компрессируем очень сильно, и у нас получается где-то 10 килобайтиков, такой маленький-маленький муляточек, которому это можно посчитать. Вот, классная штука, вообще очень замечательная. Если кому на лету нужно считать этих каунт-дистинктов, сколько-то пользуетесь, это самое. Я правильно понимаю, что вот эта именно идея с Hyperlock-Lock, она еще очень хорошо работает в распределенной системе, а потом мы просто по узлам проходимся и забираем количество. Или нет? Или у нас тут возникает проблема? Ее можно... Да, один из плюсов Hyperlock-Lock'а заключается в том, что ты вот эти агрегаторы можешь копить независимо, а ты потом вот эти 10-килобайтные штучки можешь соединить, вместе слить, ну, условно говоря, смерджить просто, и у тебя будет все равно достаточно честный результат. То есть оно, вот они аддитивные. Это прям круто. Вот. Ребят, может кто-нибудь сталкивался с таким алгоритмом? Ставьте плюс. Коля пишет о том, что, возможно, есть проблемы с тем, чтобы это потом все смерджить. Ну, да скорее нет проблем. Нормально. А в чем проблема с смерджить? Там... А, другой, Николай. А почему у меня не особо получится? Они объединяются, они складываются. Там у них встроенная операция сложения есть для них. Она не тривиальная, это не математическая плюс. Она немножко такая волшебная, но все реализации гиперлоклога штатные, они поддерживают в том числе сложение аккумуляторов. И, кстати, вот я, чтобы далеко не ходить, как считаете, в каких базах гиперлоклог штатно поддержан из коробки? У кого есть идеи? Может, в Кавке? Я просто, на самом деле, готов рассказать свое решение. Первая задача, чтобы, может, как-то натолкнуть кого-то, это по поводу того, что делать дедубликацию с помощью Windows функций в Кавка Streams. И благодаря этому делать все различные варианты подсчета. Давайте к этому перейдем. Вот сейчас людей много накидало. Кстати, смотрите, у нас звучал Clickhouse, PgCactus. А, это вы называли, где она реализована, да? Вот правильно, я кинул ссылку на реализацию в Redis, и там можете посмотреть. Да, она в куче басы есть. Ну, вот, 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 вот. Да, я тогда думаю, Григорий, давай к твоей реализации что думаешь? Наконец-то можно ставить куда-то Кавку. Да, да, я предлагал бы сделать какой-нибудь микросервис на Kafka Streams и просто там сделать такую оконную функцию. У Kafka есть возможность создавать несколько видов агрегатов, и как раз-таки вот оконные функции это такая возможность сделать какое-то небольшое хранилище там, не знаю, в промежутках, например, в 6 дней и складывать в него все значения, которые у нас приходят по какому-то ключу, а потом, собственно говоря, их и дедублицировать, и там же можно, например, их агрегировать. Если я в чем-то не прав, ребят, поправьте меня, буду очень этому рад. Ну вот примерно такое решение я предлагал на Kafka Streams, вот, но мы когда обсуждали эту задачу, мы договорились, что когда кто-нибудь такой расскажет решение, мы предложим, что давайте подумаем без Кавки, как это сделать. Ну, кстати, странно, что не прозвучало среди первых вариантов, как будет, среди первых вариантов сразу решение с Kafka. Кто тут из присутствующих вообще с Kafka работал? Вот к слову, тут Анатолий есть, вот Анатолий, почему ты Kafka не предложил? Я слушаю вас, интересно. Ну, и ты что думаешь, на Kafka это прокатит? За шесть дней. То, что зависит от стейта, который мы будем хранить. Ну, вот, если мы в стейте... Мне первый вариант больше понравился именно тем, что компактный стейт. И какой вариант? Ну, вот с Hyperlog Log у тебя решается проблема того, что ты копишь в memory большой стейт. Допустим, у тебя какой-то успешный сайт, у тебя daily users там миллионы. И если у тебя много memory, то, в принципе, все без проблем будет работать. Да, просто Анатолий, он как бы работает с большими кавками, такими серьезными кавками. Вот смотри, Анатолий, а если у нас daily users уникальных, ну, допустим, десятки миллионов, вот как у нас у Вита было, то есть стейт такой, он приемлемый или ей прям тяжело уже будет? Ну, я не знаю точно, у нас у Вита не было проблем с этим. Мне кажется, десятки миллионов, это еще небольшая проблема. То есть у нас был стейт флинковый в районе, по-моему, там сотен гигабайт. Но у нас машины очень жирные были. Ну, вот да, вот у нас были супермощные машины, которые в блогах такие обычно не держат. А сейчас в текущих местах у тебя такие, вот ты с таким не сталкиваешься? Нет, у меня намного более все демократично. Ну, вот да. Мне кажется, стоит еще подчеркнуть, мы так все говорим, кавка решили, кавка решили, на самом деле это же решение не с помощью кавки, как именно кавка. Это стриминг-фреймворк какой-то, да. Это кавка-стрим, кавка-стрим, может быть что-то другое. А более того, ROXDB внутри нее. А мы сами же сказали не использовать базы данных, так что я бы сказал, что это нечестно. Ну, ты можешь не использовать ROXDB, ты можешь в мемори это хранить. Надо будет очень большое использовать. По поводу, кстати, памяти, тут да, хотел бы второй момент подчеркнуть, что ROXDB все-таки диск, то есть она не требует хранения всего пространства данных памяти, так что она будет тянуть и дальше, конечно, с такой скоростью. Но у тебя потом появляется еще вопрос в том, что при падении ты начинаешь восстанавливать стейт, если он большой, то это происходит очень медленно. Да. А разве это вот про кавку, она же, по-моему, вот именно с данными с диска работает просто моментально. Вот тут сама кавка, это стримы. Кавка, где эту проблему никак не решит. Кавка, это месседж-блокер, не более того, ты же вот эту задачу ты решаешь кавке не за счет самой кавки. Кавка это лишь источник данных, а вся магия будет происходить в кавка-стримс, которая является клиентской библиотекой для кавки. Точно. И там будет состояние, состояние в ней по умолчанию живет как раз вот этой ROXDB. Да, то есть, когда тебе нужно состояние хранить, у тебя даже на стриминге отрастает база внезапно, то есть, мне тут очень тяжело от этого как-то деться. Вот я могу сказать, что в Маничате мы эту проблему решаем, вот этот actual state у нас, мы его в Redis храним. Мы вообще Redis любим, и у нас Redis, ну там мастеры, ну этот вот этот Elastic Cache, короче, AWS-овский, мастеры, несколько слоевов шардированных, и поэтому мы полагаемся, что он практически никогда не падает. Вот. Очень на это надеемся. Вот. Такие дела. Может быть, нам тогда к следующей уже переходить? Или у кого-то по, или возможно, вот у кого-то из присутствующих, мы так разогрелись, возможно, у вас по книжке какие-то темы возникли, которые вы хотели бы подсветить, вот какими мыслями поделиться? Это можно, да, еще подумать. Давайте сейчас попробуем, давайте зафиксируем вот по поводу первой задачи. Мы, получается, говорим о том, что у нас первое решение это HyperLockLock, и мы, в принципе, на нем уже останавливаемся. Я думаю, что стоит записать Kafka Stream как вариант решения, потому что RocksDB ты можешь как бы не использовать, можешь использовать memory на самом деле. Формальный слой будет выполнен. Ну, HyperLockLock как раз интересный пример, так сказать, из Computer Science, что это вообще довольно частое свойство, что когда ты можешь обменивать одни ресурсы на другие, то есть мы здесь говорим, что, допустим, мы решаем задачу не точно, а приближенно, и тем самым мы можем сэкономить по памяти. бывает очень много похожих вещей для других алгоритмов существует, когда мы можем обменять время вычислений на память. В таких интересных случаях есть еще такой ресурс, как случайные числа, его можно обменивать тоже на другие вычислительные ресурсы. Да, да. Слушайте, а тут от Айрата вопрос по поводу RocksDB, и поделитесь, пожалуйста, ребят, кто имел с нами дело, имеются ли какие-то проблемы, может, он убивает диски? Мне кажется, RocksDB также с дисками работает, как любая другая база, то есть медленнее в плане если у тебя in-memory стоит стори, естественно, ты будешь быстрее, если у тебя RocksDB, то, естественно, будет чуть медленнее, но вот с диском, честно говоря, вот конкретных проблем не замечали. Айрат, не стесняйся играться. Да, не знаю, насколько меня хорошо слышно. Я слышно. Извиняюсь, если плохо. Была проблема, я, правда, не помню, она много лет назад была, мы пытались как раз как стримы использовать для подсчетов агрегаций на Kafka и в итоге к нам датабазники, точнее, не датабазники, а люди, админы, в общем, виртуалок пришли с тем, что вот это вот все, возможно, не сам RocksDB, а сама библиотека Kafka Streams фреймворд выжирает и как-то по-особенному использует базу. Не было у вас такого? Ну, честно говоря, нет. То есть, мы, например, делаем достаточно большую агрегацию на нескольких сервисах стримов, да, собственно, на самой Kafka, и большей частью мы используем in-memory сейчас, срок с DB на SVT мы тоже тестировали, честно говоря, проблем, кроме того, что это медленнее работает, то есть, заметно медленнее, мы не выявили. То есть, может быть, это действительно было давно, потому что в Kafka каждый полгода год с новыми версиями выходит очень много фиксов, даже там те версии, которые были полгода год назад, там есть очень неприятные проблемы и в стримах, собственно, там, как стримы работают с Kafka, которые уже пофиксены в более поздних версиях, то есть, возможно, проблемы и были, вероятнее всего, они уже каким-то образом исправлены. Возможно, можно посмотреть эти Kipa, может быть, кто-то, да, еще что-то добавит, я знаю, Дима много работает с Kafka, не знаю, насколько со стримами. Мы с OxDB как раз работаем, я, конечно, знаю, что в OxDB, если ничего не изменилось, она устроена в плане хранения данных на диске, как Кассандра, то есть, она тоже его сами деревья использует. Естественно, там могли быть проблемы с... Тут просто много она использовала диск под большой нагрузкой, потому что там write amplification достаточно большой с учетом компакшена. Ну, мне кажется, очень тяжело лечить по фотографии особенно. Еще зависит и от данных о том, какой там стойстор, какие данные, какой профиль нагрузки, то есть, действительно, очень много факторов, которые могут повлиять на работу. То есть, у нас проблем таких не вылезало, но, может быть, если у кого-то еще были такие проблемы, можно тоже написать в чатик, поделиться. Вот я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда кавку поднимают на железо, на свое железо, не очень шардируют, потом туда начинают лезть все, кто можно, начинают активно использовать всякие лукапы, вот эти стейты и прочее, а потом админы начинают ругаться, что как бы, зачем вы нашу кавку перегрузили, вот, ну, потому что, ну, действительно, ее нужно довольно сильно, иногда ее нужно резервировать, если на нее много задач лезет, ее просто нужно немножко это разгружать, поэтому вовсе не обязательно, что она просто неэффективно работает, просто, возможно, на нее столько все навалилось, что вот именно на этом начало сыпаться. урок с дебита это нужно клиенте. Вот, может быть, здесь админы не ожидали, что клиентские приложения будут так активно работать с диском, то есть, может, они рассчитывали, что раз клиент, наверное, надо диском, чтобы логи писать и для практичной хватит, а тут раз и такой read-write-рейт. Нагрузка, как на базу. Да, то есть, они не ожидали, что там реально будет что-то похожее на базу крутиться и просто железо не рассчитывали под это. Я бы скорее на это поставил. Да, вполне вероятно. И, кстати, это действительно история для всех. То есть, когда вы смотрите нагрузку, подбираете профиль по какой-то компонент той же Kafka, не верьте тому, что там в интернете пишут, потому что может получиться неожиданно. Проверяйте лучше сами. Ну, это еще, мне кажется, сильно зависит на самом деле от данных и от того, что с ними происходит. Потому что размер сообщения, от количества партистов. там достаточно много факторов, которые могут повлиять на то, как будет работать сама Kafka и Kafka Stream. Эти параметры тоже нужно достаточно аккуратно подбирать под те задачи, которые нужны. Все это надо проверять, естественно. Слушайте, а это можно проверить только как-то с помощью нагрузки или есть какие-то готовые уже инструменты у Kafka? Как-то провести вот эти стресс-тесты? Мы тестируем под нагрузкой, то есть сами генерируем входные данные в большом объеме, потом смотрим, насколько у нас там данные проходят между точками, да, до финальной точки. Из интересного, мы первый раз, когда вообще все это сделали, как бы, то есть достаточно наивно, да, сделали имплементацию, данные заливаем, данные не выливаются, данные заливаем, данные не выливаются. Открыли мониторинг, который мы сделали, по нему ничего не понятно. Вот, да, мы уже в какой-то момент переосознали, как нужно, во-первых, сделать мониторинг, правильно, который будет показывать, как проходят данные и где они стопорятся. Вот, с тех пор мы активно используем, по нему смотрим скорость того, как проходят данные между стримами, как растет ли лаг между вот там шагами, агрегацией, которые мы делаем. И на основе этого, когда мы уже там делаем свечи, мы смотрим, начинаем с какой-то гипотезы, да, например, сколько-то партиц, сколько-то этих вот воркеров, пускаем нагрузку, смотрим, где мы упираемся, уже, да, с этим как-то что-то делаем и на мониторинге отслеживаем лаг, да, потому что как бы это один из инфарок, который там был. Вот, специальных инструментов я, честно говоря, не видела, но, опять же, может быть, кто-то что-то еще использует. Мы вот делаем это самостоятельно. Вот то, что на этом говорит прямо вот в книжке Мартин Клеппан делал на этом очень большой упор, что, правда, нужно очень сильно делать обсервабилити и психически наблюдать эту всю систему. Да, то есть, смотрите, это вот тоже относится ко всей аудитории сейчас. Вот то, что прозвучало, что это означает? Что если вы хотите использовать кавку и думаете, что она решит вам проблемы, при этом у вас нет под рукой Нелли или Анатолия, возможно, вам стоит выбрать что-то другое, потому что вот вы слышали вот эту историю, это же легко повторить, правда? Не совсем. Что вам нужен, этот инструмент требует внимательности и понимания. с ним нужно прям супераккуратно. И, возможно, вам стоит смотреть на некоторые шины нового поколения, которые должны работать без всей этой фигни. Вот, к слову, Анатолий, ты можешь нам что-нибудь посоветовать из шинного поколения, которые могут без постоянного административного присмотра решать основные задачи? Amazon Kinesis. Зашибись, отличное решение. Кто-то другой присматривал нужно. Вот. Да, просто купить. Просто купить, да. Я к тому говорю, что просто вот это дело, что вам нужно подумать и разбираться, довольно в многих задачах это того не стоит, что это слишком сложно, вот чтобы сидеть и думать. А тут это же просто мелкая задача, поток данных, и все. На какие еще можно решения посмотреть, например, там, вот, Анатолий, ты написал про Redis или это ты имел в виду RabbitMQ? Я писал про Rabbit, у него стримы появились, по-моему, в 2019 году, и он просто легче намного, чем Kafka, но про Redis тоже можно посмотреть. Мы в Моничате выбрали Redis. мы Redis используем. Redis можно использовать как шину для стриминга. Причем и Redis PubsUp и просто Redis просто Я ничего не жду, я пытался вообще понять, что ты от меня хочешь. Простите. Да, про Redis тоже очень классно, а вот еще я очень помню, как Коля на докладах очень классно врывался про Nuts и про Пульсар. Наоборот, сложнее, чем Kafka. Да? А какие у них именно сложности и накладные ресурсы? Что вот нужно именно сложнее требуется? Пульсар архитектура сложнее. У него ноды разнородные. Больший компонент. Да, то есть не пойти обслуживать потом сложнее, потому что там специализированные узлы, которые каждый занимается своими вещами. То есть Кинезис скорее всего так же устроен, но там просто все как раз спрятано. Это скрыто, да. Кто-то другой обминит? Руками это вылезать не дают. То есть если Kafka сложная уже, то в Пульсаре нужно еще дополнительно разбираться с буккиперами и как правильно их конфигурировать. И это еще одна точка, в которой можно сделать что-то неправильно. Мне кажется, в распределенной системе... Nats это не аналог Kafka, это Nats стриминг аналог Kafka. Nats это аналог Рэббита больше. Но он, по крайней мере, когда мы смотрели его некоторое количество времени назад, он был все еще с большим количеством багов, репликация там была заброшена и так далее. Но сейчас вроде что-то начинается дальше двигаться в этом плане. Нет, ну выгодили, что любой инструмент, как бы, да, который мы там обсуждаем, в связи к тому, что его нужно уметь его готовить, и должны быть люди, которые умеют его готовить, потому что без этого, чтобы не принесли, без опыта, без знания, как это внутри устроено, скорее всего, будет собрано огромное количество граблей на собственном опыте. Только потом придется сознание, как нужно делать правильно. Вот тут я бы запланировал. Да, потому что инструмент, когда ты собираешь архитектуру из инструментов, и для каждого инструмента тебе нужен человек, который его понимает, это может быть довольно дорого. И, возможно, лучше взять инструмент, который будет слабее, медленнее, но где физически невозможно сломать себе ноги, который не дает тебе возможности совершить глупую ошибку. Революционная база данных. Все переходим на позы с какой-нибудь и все. О, у меня, кстати, есть минутка рекламы. Мы вот как раз-таки делаем всю вот эту историю, связанную там с вентсорсингом и так далее. У нас есть библиотека DBQ, вот, и, как Дима сказал, мы все там храним именно в революционной табличке. Вот. Это как раз-таки чем дебаку отличается от PGQ? Ага, в PGQ, да. Наверное, на самом деле, ничем. Вот, просто это наше самописное решение, которое под наши задачи, и мы потом решили его просто в Open Source отправить. Они друг на друге как-то базируются, или это прям... Нет, это полностью отдельные, да, проекты. Но здорово, что ты подсветил второй. Во ВИТе у нас довольно долго мы задачи вот стриминга с очередями мы решали на Postgres'е с помощью PGQ. Я вот сразу вспомнил. Я думал, даже это вот ты про него и говоришь. Потом перешли на КАФКУ. Потому что объемы стали большие, и PGQ стало... Ну, тяжело стало. Вот. Извиняюсь, что поживаю. Может, мы к следующей задачке тихонько перейдем? А у тебя есть ее решение? Если есть, то очень классно. То давайте к ней перейдем. Я этого тоже очень ждал. Смотрите, Роман, очень клево, что ты задравил следующую задачу. Какое у нас тут вообще условие? У нас имеются данные в радиационной базе данных. Мы как раз сейчас об этом даже поговорили. Надо их отправить для организации полнотельского поиска в Elasticsearch при условии, что все апдейты в BD должны моментально поступать в Elasticsearch, то есть рантайм. Может, просто в PostgreSQL и там полнотекст есть. Там же не по всем полям. Вот я подскажу. То есть ты имеешь в виду, что поиск можно сделать прямо в той же базе, в самой революционной базе? Ну да, это не обязательно в PostgreSQL, просто я знаю, что там есть хоть какой-то полнотекст. Но он хоть какой-то, он неполноценный. Все-таки давайте предположим, что нам нужен крутой полнотекстовый поиск, который не поддерживает самореволюционные базы, который нужно делать нормально, который нужно делать отдельно. В PostgreSQL все-таки там полнотекстовый поиск не очень крут. Так, а вот что значит моментально поступать? Мы же понимаем, что это либо у нас будет распределенная транзакция, либо она будет немоментально. А вот в этом-то и суть как раз вопроса. То есть наша цель, чтобы наш полнотекстовый поиск, он поддерживал минимальное отличие по времени, ну хотя бы там секунду где-то. Если что-то ввели в базе, то в поиске его должны находить хотя бы через секунду. Какие жесткие ты СЛА выставил? Может, давайте хотя бы пять секунд? Я про миллисекунды еще не говорю, кстати, я себя держу в руках. Это вот так. Еще фору дали? Отвучали же хорошие опции. Какие ты сложности видишь при этой проблеме? Нет, есть сложности. Сейчас я расскажу решение, которое пришло в голову. Это ну просто класть в базу апдейтить основную табличку и рядом держать табличку кью, потому что это будет в одной базе и там не будет распределенной транзакции и их можно будет нормально апдейтить транзакционно и гарантированно. Но из этой очереди надо еще выгребать, класть в кавку и кавку на другом конце выгребать и класть в эластик. Там, наверное, можно, если очень постараться, в какие-нибудь секунды уложиться. Но это будет гарантированно, но с таймингом там может быть проблема. А точно кавка может что-нибудь? То есть кавка тут обязательный компонент? Или может просто решение из этой категории? Нет, нет, просто можно на самом деле уже в очереди в базе есть, можно выгребать оттуда и просто сразу в эластик пихать. Если это, ну это какой-то шедулер, который отдельно крутится, который там полит базу каждые 100 миллисекунд на предмет новых апдейтаж. Мне нравится такое решение. Ну или, Коля, что вы думаете по этому поводу? Ну да, я вот, честно говоря, не очень поняла часть решения, связанная, вот мы пишем в таблицу, изменяем в рамках этой же транзакции, пишем в таблицу, правильно? Ну тут идея, что мы готовим информацию об изменениях дополнительно в удобном виде в формате дополнительной очереди, куда пишем в той же транзакции вместе с бизнес-данными. Я поясню, почему делается на этом акцент. Потому что тут задача поддержания стопроцентной консистентности. Потому что одна из главных проблем, когда изменение происходит на боевой базе, оно полетело в поиск, а в этот момент на боевой базе транзакцию откатили. И условно говоря, оно в поиск улетело, а на базе его уже нет. Вот тут как раз речь идет о том, чтобы такие случаи поддерживать, чтобы в очередь не попадало неподтвержденных транзакций. Ну вот и как раз таки вариант, который предложил Айрат, полностью подходит, если мы это делаем. Да, 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 именно. В рамках одной системы и с одной транзакцией. Да, просто возможно не все понимают, зачем вот эта речь про транзакцию идет. Вот у нас в Авито тоже это было довольно как бы в свое время серьезная проблема поддержания такой консистентности. Так, а если мы заговорили про Postgres, может быть, есть у кого-то еще варианты, кроме PGQ. То есть PGQ это все равно организация дополнительного чего-то, дублирование, ну окей, дублирование данных в любом случае будет, но вот можно ли с Postgres делать проще для другой базы? Как у нас есть. Можно прямо из ВАЛа читать. Вот, да, из ВАЛа. Прекрасно. Анатолий написал, Рома, да, озвучил. Там же есть хорошее решение для прямо университета построения. Можно взять и по дебезиуму. Да, то есть здесь что хорошо, во-первых, ВАЛ это стандартное средство, и Postgres сейчас поддерживает лоджикл репликейшн как бы из коробки, чего раньше там не было где-то. А для всех, давайте тоже проясним, это логи, которые пишут Postgres, когда он делает изменения в базе. То есть там можно получать все-все-все изменения из нужной базы. И сейчас уже в принципе есть готовые решения, которые тоже можно заиспользовать, это дебезиум, я думаю, тоже можно в это все записать. Уже готовые source-коннекторы кавки, которые умеют из ВАЛ логов читать, из других баз в принципе тоже коннектор есть, там есть под Oracle, под MySQL, под много-много чего еще. Прямо со ссылочкой, как здорово. С дебезиумом есть одна проблема, что если я правильно помню, его нужно прямо к Postgres и там пристраивать где-то сбоку. Конкретно у меня из опыта могу сказать, что админы просто отказывались его поддерживать и говорили, нет, мы не хотим. Ну, админы баз данных. Вот он работает через логическую репликацию, то есть в чем с этим была проблема. Ну, потому что по экологической репликации я не помню, можно ли извне как-то получить доступ или это надо как-то... его надо ставить, его надо подключать. То есть давайте вот кто знает вот дебезиум и вот Максвелл, то, что я кинул, вот как эта категория софта называется? В книжке про это есть, кстати. Это фактически инструменты аудита, наверное, нет? Нет, да, вот Анатолий правильно написал, да, это CDC. Сейчас я пришлю Change Data Capture, то есть это идея, что нам нужен софтинок, который будет как-то из базы слышать изменения и кидать нам в стриминг, что мы можем куда-нибудь дальше отправить. Это очень популярный класс решений и вот у него действительно проблема, чтобы он работал его нужно опустить в базу и тут проблема, что просто как бы разрешить туда везде лезть, неизвестно, что он там делать будет, может он там чему-то мешать будет, может у кого-то истории жизни, как у него там CDC-TULAC что-нибудь там поломало. Там же он, по-моему, работает в Postgres, по крайней мере, исключительно на сигналах самого СУБД, когда они фиксируют изменения в ВАЛ, они просто отпишут дополнительным услышателям замечательным Debezium. Ну, не слушатель, он ВАЛ читает, прям файл. Там у них, по-моему, еще было решение каким-то агентом, нет? Или я ошибаюсь? Может, это не Debezium? Ну, в Postgres это построено на логической репликации, на тот же самый принцип, которым работают фолловеры-мастеры в Postgres, в принципе. То есть, там один механизм. А нельзя, кстати, вот заиспользовать каким-нибудь образом Lusin, который, например, в медовое приложение сидит, просто индексирует, получает сигнал о том, что транзакция дефектирует, например, в Transaction Manager, например, того же JPA, и берет, как-то хитрым образом отправляет уже готовый Lusin индекс, прямо в эластик течь. Ну, по-моему, об этом-то и речь. Нет, он готовый индекс, Lusin, все же сам же индексирует, сам стоит лисиновский документ приходящих данных. То есть, у тебя приложение само индексирует, грубо говоря, данные, каким-то образом аддитивно так добавляет в индекс Lusin, все же, вот этот лисиновский индекс, который у него локально сидит. Прямо с приложением, что у тебя получится опять распределенная транзакция. Что если у тебя приложение сдохло? Транзакция в базе данных закомитилась, а приложение в этот момент умерло, вот оно расхождение. Когда ты проигрываешь commit log или там vallog, как угодно можно назвать, в этом плане ты обезопасен. Ты можешь как бы с того места, где отвалился, продал дальше и засовывать изменения в индекс. у меня сервер умер и до второго до реплики ничего не дошло. То есть я поднимаюсь через фейловер на другом лисе и там у меня уже нет никакого vallogа с теми изменениями. Нет, ты говоришь, если у тебя база данных померла? Ну да, тут же такая же ситуация. Нет, понятное дело, что это решается репликацией. Вот я говорю, реплика поднялась, а до нее не доехали vallog. Ну да, проблема с любой распространенной системой, что там можно немножко потерять или немножко словить лишнего, чтобы в основной базе за rollback был, а rollback до цели не дошел и, соответственно, небольшое расхождение. Вот. Тут в чате еще пишут про то, что есть вариант, например, Mail пишет по поводу у MS SQL тоже есть CDC, он пишет в отдельную таблицу, а Артем пишет о том, что есть хабернет-лиссинер с месседж-брокером. CDC тузов много. Некоторое время назад был тот, который все считали самым лучшим, прямо он самый дорогой, самый лучший, это Golden Gate, Oracle Golden Gate. Но сейчас их много кто пытается сделать. Никто не хочет платить деньги Oracle. А Oracle Golden Gate же только с Oracle работает, нет? Ну да. Ощущение, что он только с самой Oracle базой работает. Я у них даже находил коннектор к Кассандре, конечно. Они пытались, просто он делал это так круто, что все хотели сделать как Golden Gate. В то время было эталоны. Сейчас мне кажется, у каждого свои механизмы, как бы, да, того, что горожат. По поводу вот MS SQL, CDC, кстати, это похоже на то, как сделано в CILO DB. Это вот одно из отличий, где отличаются Кассандра и ее форк, а идеологический клон в CILO DB, это как раз логика CDC, потому что в Кассандре CDC сделан так, что это логика, которая крутится на стороне сервера, надо писать плагины, там как раз вот эти опасения, что эта штука что-нибудь поломает в базе данных, она валидна. А ребята из CILO пошли по другому пути, они сказали, мы будем писать CDC логи в специальную таблицу, и вы с ней будете работать как обычной таблицей, учитывать эти изменения и процессы как хотите, никакого плагина писать не надо, интерфейс понятие аналогичного. Я смотрю, оказывается, в MySQL сделали аналогичный способ. Здесь еще пишут про хибернейт лисенер, но это вот как раз тот кейс, который вроде обсуждали, что приложение может упасть, а данные в базе уже закомичены, а в Индекс данные не должны. Здесь как раз в какой-то мере рисков, наверное, больше. Еще у нас, по-моему, сегодня, да, Николай Ижиков был, он, кстати, рассказывал, как CDC сделан в Ignite недавно. Надо будет найти его доклад. На подлодки, кстати, расскажу. Точно, точно, тогда можно будет пошарить. Слушайте, а вот по поводу того, что получается, мы, в принципе, вторую задачу решили, мы большие молодцы, или есть еще какие-то варианты решения? У нее есть маленькая проблемка, что если у нас, точнее, не проблемка, но такая дополнительная сложность, что если у нас с Эластиком что-то случилось, мы потеряли его, и нам надо как-то заново из базы данных получить этот Эластик, а данных там уже много, дней прошло много, что делать? Вопрос, Ям, как вы считаете, что тогда придется сделать? Паренька, подсказка, то же самое делаем в самом начале. Айрат, да? И с первого можно просто выкопить эластиковый индекс раз в какое-то время и с него стартовать. А как мы узнаем, какой версии моменту времени соответствует базе данных, что нам нужно перепроиграть? Ну, в той же кавке или там можно commit offset двинуть и перепрочитать. Ну, надеюсь, конечно, что все изменения там будут процентные. Ну, нет, а как именно узнать, что вот у нас есть версия эластиков в бэкапе, мы ее восстановили, что она соответствует такому-то оффсету, который нужно перепроиграть? Можно хранить offset где-нибудь в эластике последнего закомиченного сообщения. В каждом индексе. Ну, Нет, да, почему? Там же offset, там сколько партишенов, это 10 тинтов будет, ну, 10 партишенов. Ну, я имею в виду, сколько есть дополнительной информации, чтобы иметь возможность. Да, Смотрите, вот, сори, закончу. Айрат, тебе слово. Да, да, я рад. сори, что унес. Все, в общем-то, тут как бы есть какой-то бэкап, и проблема только догнать изменения, и догнать изменения можно найдя offset в кафке, который был закомечен вместе с бэкапом. И с него вычитывать все быстренько. И мне кажется, это самый быстрый способ, а что-нибудь самое простое, но долгое, это просто все данные перегнать в ластик из базы моментов, которые мы перечисляли Debezium, Hibernate, SQL, CDC, мы можем сгенерировать себе список изменений. То есть, вот смотрите, вот у нас есть state в прошлом, и мы, применяя к нему список изменений, можем state догнать до текущего момента. И вот за счет этого мы можем играть. То есть, на самом деле, state мы можем вообще его убрать и просто иметь список изменений всей базы с начала времен. этот самый, вот этот паттерн, Григорий, ты про него говорил, про вот этот вот event sourcing. Да, event sourcing. У меня все время из головы вылетает. Вот event sourcing, да. И здесь мы получаем именно ту же самую историю, что вот мы балансируем snapshot на определенный момент времени и весь набор изменений, которые систему переводит в текущее состояние. И за счет этого мы можем здорово синхронизировать распределенные системы, играя вот этим дилеем, играя всякими сложностями. Клево. Я не знаю, мы что-то еще можем тут зафиксировать именно в качестве какие еще моменты подсветить или будем двигаться к последней задаче? У меня есть наброс. Давай. Наброс. Если я правильно помню, Elastic работает так, что он некоторое время скапливает у себя бачи изменений, как-то там их готовят свой индекс и только потом его применяют к глобальному индексу. Не знаю, наброс или просто такая интересная пометка, что, наверное, с этим тоже придется играть, потому что то, что ты положил какое-то изменение в Elastic, не гарантирует тебе того, что это изменение уже было применено к глобальному индексу и там новый элемент может быть найден. Мне кажется, это конфигурируется настройками. Я, конечно, могу ошибаться, но там это тюнется. Да, 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 это конфигурируется, просто нужно понимать, ну вот мы же говорим о каком-то тайминге жестком, типа, одна секунда. Это просто такая пометка, что помимо всего остального нужно не забыть о том, что в Elastic это тоже надо подтюнить. Проблема в том, что если тюнить там, чтобы он сразу применял, то он начинает цепу уедать много, ну, как бы, а если там уменьшать и он больше будет делать, то просто время применения апдейтов будет увеличиваться. Классное замечание. Да, большое спасибо, что накинул. Секунду поддержать сложно, да. Можно еще очень хорошо наткнуться на проблему, что считать поинтером и от чего отталкиваться. Не все типы данных в тонках. Но тут же, когда любой CDC либо еще какой-то, ты должен знать, от какого поинтера должен прыгать и что сохранять там смещение, что является для тебя смещением. То есть, как ты будешь определять, что эти данные ты уже забрал, а эти данные еще не забрал. Да, какая-то метка. Но в Kafka это управляется помощью конструкций по названию Offset. А вот в других инструментах, да, нужно эмулировать что-то вроде Offset, и в идеале это может быть какая-то метка времени, но тогда нужно, чтобы она везде читалась одинаково, да, потому что тогда может оказаться, что одни события лются по одному времени, другие по другому, и как выставить метку времени по ним действительно может быть сложной проблемой. Интересно, как в геораспределенную систему, это становится ад какой-то. Может, кто-нибудь с этим сталкивался? На самом деле там две главы назад по моему книжке рассказывается про как раз время, и что его нельзя в определенных системах сделать одинаковым. Ну, можно, но оно будет какое-то там очень дорогое, поэтому плохо использовать, если что-то гарантированно хочется применять, плохо использовать время, лучше использовать там какие-то offset, ID-шники, как offset в текущей голове. И в текущей голове тоже про это была речь, что, да, про определенную систему со временем может быть очень интересно, есть время событий, есть время, когда это событие процессилось, оно может запоздать, оно может прийти не в то время, в котором мы его ожидаем, и так далее. здесь, конечно, облиц. Да, и как раз там в главе делал акцент, что довольно часто вот есть время, с которого мы должны считать, но перед ним еще неплохо некоторый отступ сделать, чтобы еще чуть-чуть подождать, чтобы долетело. Там, по-моему, в главе приводится пример какой-то гугловой базы данных, которая умеет считать, насколько она может ошибаться по времени, и именно сколько она ждет, прежде чем закоммитить какое-то изменение в базах. Да, вот на эту тему я хотел кинуть статью в чатик про стриминг. Тут как раз рассказывает про подход, сколько можно ждать, чтобы ждать долета задержавшихся событий. Там такой интересный подход. Вот. Здорово. Здорово. Я не знаю, давайте, наверное, попробуем дообсудить последнюю задачу. Она такая интересная. Прости, я вспомнил еще один вопрос по поводу Валога. Мы говорили про дивизию. Я помню, когда исследовал, там была какая-то проблема с форматами, и он был довольно странный. Расскажите, пожалуйста, вкратце, какой у вас опыт не было ли с этим проблем? Хорошо вопрос. Честно говоря, пытаюсь вспомнить какие-то проблемы, но мне кажется, все проблемы, которые возникали, мы их так и иначе уже перешали. То есть мы закидывали какие-то фиксы в Postgres, в Postgres, в Dibesium, и сейчас вроде бы с Postgres проблем нет. То есть как бы читается нормально. А с форматом, скорее всего, да. Я вам сейчас такое припоминаю, но мы его в итоге конвертировали или вычитали в протобафе. В общем, была какая-то история, но мне кажется, достаточно давно уже. С тех пор там гораздо все улучшилось. То есть первую имплементацию, которую мы делали когда-то, мы делали плагином с Postgres, который отдавал данный протобав сообщений. Потом появилась логическая репликация, вот, и там все стало сильно проще. То есть сейчас нету каких-то определенных актов при использовании Dibesium, что Dibesium читает val.log этот, и что он в каком-то странном формате, какие-то там костыли учитывать, какие-то сообщения скипать, ну, какие-то кастомные штуки, которые для например, там Postgres val.log специфичные. Нету таких, которые вам приходится учитывать? Я вот сейчас прям так вот сразу ничего такого специфичного не вспомню, потому что мы там поддерживаем ряд вас данных, везде есть какие-то нюансы, но чтобы прям мы уткнулись и сказали, что мы за это Dibesium не можем использовать, нет, наверное, такого сейчас нет. Может быть, кстати, у кого-то есть еще какое-то использование, там, опыт использования Dibesium используется, тоже можете написать в чатик, потому что, честно говоря, каких-то вот неразрешимых проблем, костылей сильных я сейчас не вспомню, то есть оно работает уже там какое-то время, в целом достаточно стабильно, вот. Мне интересно, как вы решили со слотами репликации проблем переключений? Хороший вопрос. То есть они же не реплицируются? У вас есть какая-то механика, которая это создает? Плюс как вы определяете? Ну, то есть вот для Dibesium нужно, чтобы был слот репликации на мастере. логически. И иначе он не будет декодить. Когда мы переключаемся на стендбай, слот репликации не создается автоматически, потому что он не реплицируется. По крайней мере, он не реплицировался раньше, по-моему, сейчас тоже ничего не изменилось. И мы, когда создаем еще слот репликации, там еще есть какой-то кусочек, где этого слота не было, то есть данные вообще никогда не зареплицируются через Dibesium, потому что там как бы вот этот кусок он не видит. И вот это вот все надо было учитывать. И надо, по-моему, до сих пор учитывать. Скорее всего, да, со слотами репликации при переключении на стендбай мы на собственной отвязкой над постгрессом, который обеспечивает ичей, и там мы просто это учли, на основе патрона сделанной. Потому что, ну, из коробки постгресс, он, ну, как бы требует определенных приседаний, чтобы он работал в ичее. И там, да, при переключении на фолловера мы учитывали, это делали. Вот про кусочек, который не вычитается никогда, честно говоря, сейчас тоже не вспомню как бы конкейсы. Интересно. Про патроне, по-моему, у него есть такая штука, что он может слот репликации создать, насколько я помню. Но я не помню, гарантируется ли, что вот он создаст его прямо с самого начала и мы никогда не пропустим события. Я не верю, что прямо с самого начала он с какого-то определенного места его создает. Да, мне так же кажется, что мы не можем этого контролировать. Не с самого начала, потому что вологи хранятся не за всю историю жизни базы. Нет, я имею в виду, как бы вот у нас реплика запромоутилась и мы вот ровно в этот момент, начиная с первой L-сцены, уже создали слот репликации. Я вот не помню, есть ли там такая гарантия. И если нет, значит мы несколько как бы ивентов уже можем не прочитать до безума никогда и нам надо хотя бы узнать об этом. То, что у нас ухом, ну здесь, здесь ивент, дырка. То есть как бы мы как бы да, в обвязке своей решили с тем, что у нас как бы с слотами репликации такой проблем нет, если мы с вами используем собственный дистрибутив. А вот если мы там можем потерять, хороший момент, надо посмотреть, сюда был чап, я так не помню. Да, мне тоже это интересно. Есть теперь домашнее задание посмотреть после обсуждения. Слушайте, это очень, очень классный вопрос. А еще я предлагаю на самом деле на домашку оставить третью задачу. Не стесняйтесь, пишите ее решение в чат, и мы обсудим. И также вопрос, связанный с репликацией. Вот. На этом, ребят, в принципе, задавайте ваши вопросы, и мы будем потихоньку закругляться. Вот. Если у вас вопросов нет, то, как я, в принципе, написал в чате, давайте сделаем эту супер-купер-ламповую фотку. Вот. Это будет очень классно. Также давайте поблагодарим Колю, Нелю, Анатолия, Диму, что они были сегодня с нами. Вот. Очень было приятно всех видеть. Вот. Я уверен, ребятам будет очень приятно, если вы скажете положительные слова. И тогда, в принципе, давайте как-то закругляться. Я не знаю, давайте сфоткаемся. Это же очень классно. Вы не поверите, но вот эта фотка, она, мне кажется, кое-что очень помогла сделать. И у нас кое-что очень крутое будет в конце июня. Ничего страшного. Сейчас у нас тут все... Вот. Много у всех есть, типа, е-е-е, мы вкрутили стрим-процессинг. Круто! Ура! Круто! Всем большое спасибо. Было очень классно. Спасибо за вашу активность. И спасибо экспертам, кто присоединился. Ребят, было очень классно. До следующих встреч и всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Всем спасибо. Пока.